Трагедия в поселке Зюзельском. Подробности преступления шокировали даже оперативников. В Полевском очередная трагедия. Убито 4 человека на Зюзелке. Подобное преступление в Полевском случилось в 2015 году, когда мать была убита дочерью, а брат поднял руку на брата. В основе того и другого преступления было пьянство. Мой коллега Михаил Ан выехал на место преступления. Читайте об этом на 22 странице. Городское хозяйство. Жители Садовой остаются без очистных, безбарьерная среда не работает, контейнерные площадки превратились в поезда. Всем, кто озапочен коммунальными проблемами города, я рекомендую открыть газету на странице 4 и 5. Здесь замечательный репортаж моей коллеги о том, как прошел комитет Думы по городскому хозяйству. Один из обсуждаемых вопросов на комитете – это фекальные реки на улице Полевная, которым нет конца. О том, как сегодня живут семьи четырех затопленных домовладений, депутатам рассказала одна из жителей улицы Полевная Галина Каримова. И что посоветовал пострадавшим заместитель прокурора, присутствовавший на комитете, и о том, где еще в Полевском стоит такая же проблема, вы узнаете, прочитав материал. Тагильчане отловят полевских собак. На 23 странице узнаете, куда обращаться по отлову бездомных животных. За ним гонялись наркоманы. Он обменял последнюю запаску на камушек. Сейчас его коллекция камней и минералов оценится в 1 миллиард рублей. И все это Владимир Пилипенко. Знаменитый коллекционер превратит Полевской в каменную сказку. Читайте на 8-9 страницах нашей газеты. Что со стола, то в компост. Наш постоянный эксперт Людмила Коржева на 24 странице советует, что нужно сделать в саду в весенний период. Дорогие читатели, Рабочая правда запускает новый проект «Мое подворье», в котором мы расскажем о полевчанах, для которых ведение домашнего хозяйства является образом жизни. Загляните на страницу 6 и 7, и вы узнаете, почему индюки Тамары Николаевны Талановой переезжают на лето в коммуналку, а козлик Елены Михайловны Сизовой на Мерседесе уехал в Петербург. Кроме того, мы познакомились с семьей Микушиных, Александром Семеновичем и Еленой Борисовной, которые разводят черных веслобрюхих поросят. И они поделились секретами приготовления домашнего масла и сала. Станьте и вы участником проекта, звоните по телефону 3-5774 и приглашайте нас в свое подворье. Я очень люблю путешествовать, поэтому с удовольствием прочитала на 10-й странице газеты «Рабочая правда», как моя коллега путешествовала по Индии. Удивительно, но на Гуа почти все местные жители знают русский. Об этом и других интересных фактах читайте на 10-й странице «Рабочей правды». А если вы хотите прорекламировать свой бренд, то обращайтесь ко мне. Воронина Екатерина, 8963-0311-696. Работа на 5 с плюсом. На 20-й странице молодежь рассказывает, как с пользой работать, используя отдыхать. «Рабочая правда». 28 страниц полезной и увлекательной информации.